друзья всем привет сегодня 13 день с момента установка ультрафиолетовой лампы на 72 ватта две штуки по 36 ватт ну и собственно вот такие вот результаты очисткой полностью доволен это рыба вот почти на дне но только верхней на поверхность остальные на дне видно как дальше уже труба уходит туда сейчас уже темно солнце зашло рыбку сейчас кормлю утром и вечером вот от отчет совсем от рук отбилась это я ее кормлю она не подплывает привыкла к кормушке к это что когда хочет и кушать а сейчас нет сейчас мы будем учиться заново кушать чтобы вот насыпал и все подплывай кушай давай плавают почти три месяца до искали в чем же проблема в чем же проблема цветения воды перебрали все и биоплата и биозагрузка и аэрация и чё там еще озонатор да и ультрафиолетовой лампой и насос более мощный вот так что очень много чего попробовали малек там плывет на дне и все-таки победила ультрафиолетовой лампы в этом нелегком испытание температура в теплице сегодня было плюс 24 градуса не знаю что там с водой как прогрелась сейчас чуть-чуть посмотрим на рыбку как она будет всплывать не будет всплывать очень многие комментаторы пишут то что из то что у меня нет подмены воды да я ее подменяю когда здесь сантиметров 5 там полосочка такая шов идет да как она опускается а вообще по скиммеру то есть я смотрю по его уровню воды сколько в нем и от этого отталкиваясь уже сколько мне долить но доливая в неделю но максимум там 500 литров это мечта поэтому хочу чтобы у меня была чистая вода без подмены а просто вот не как там в аквариумах постоянно подменяют вот по чуть-чуть естественным испарением боятся не знаю вот чистая вода стала они какие-то более трусливые стали раньше такого не было раньше из зеленой воды они меня не видели труба идет на дно от скиммера шланг идет все пытаюсь настроить яркость темноту на камере короче бесполезно она сама знает челуши такие красавчики плавают вон там это как он как его называют ой блин белый амур он малек плавает тусит толстолобик толстолобик это был там они от плавают можно видеть когда на светлом карте допустим или на красном проплывает темно это другая рыбка да конечно качество хорошая сейчас заказал сегодня заказал эту мешочек такой же да еще один но на 45 микрон вот я его поставлю вот сюда на 45 микрон на 150 микрон туда и будем смотреть как будет очищаться конечно совсем другое дело на ультрафиолетовая лампа то что надо это учитывая что у меня нету биозагрузки у меня просто там один фильтр механической очистки здесь но это я недавно поставил и все ультрафиолетово лампу больше ничего нету и вот такой вот эффект азонатор не работает пока пока не дашь ли до него руки он малек стенки объедает вот красный с белой головой это комета карась кой но вот частично осмелели сейчас чуть-чуть экспериментирую с этой камеры не знаю как тут наносить и не знаю как тут на телефоне ну сразу настроение улучшается а настроение улучшается и не хочется что-то усовершенствовать уже в системе а надо вот поэтому надо сейчас вся будет время свободно и все таки доделать эту систему с кубом с кубом с биозагрузкой с озонатором пошли это все купе она дает результат в ряд встает в ряд встает карпики что просто понаблюдаем за рыбкой как она себя ведет здорово было бы если вот здесь вот плавает белый амур это я его вижу камера не передает классно было бы я говорю если чуть почище вода была бы видно было бы всех карасей там у меня же около 60 карасей вот толстолобиков много один здоровый белый амур или несколько белых амур я уже забыл линь большой а у малёчки столпились в ряд и стоят что-то там делают малька кстати осталось ну где-то штук 25 наверное учитывая что у меня штук 10 умерло из-за этого из-за извести да у меня осталось штук 25 я вот так считал наверное лучше я посчитаю когда через недельку когда вода совсем очистится и я смогу их точно всех пересчитать а так вот здесь вот сейчас ну сейчас могу посчитать примерно сколько их тут так 3 6 9 10 11 12 13 вот здесь 13 сейчас их вот в этом круге их 13 плюс там где-то я видел плавают вон там они любят тусить не знаю почему но эти здравички он видно плавает карасик на фоне светлых и 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 конечно очень много времени ушло у меня в каком состоянии кто помнит то самое давно сколько ушло времени у этой ультрафиолетовой лампы до на восстановление пруда просто подмены воды у меня не было я принципиально не делал подмен воды я именно хочу вот посмотреть как каждый метод на который я испробовал может справиться с конкретной сложной ситуации у меня как вы знаете пруд это очень сложная ситуация вот в каком он состоянии был поэтому здесь конкретно видно кто бы что там не говорил да не ругал меня не предвещал всемирного потопа и гибели рыб и всего-всего но я именно хочу четкие методы вывести до чтобы насколько малька потопа чтобы каждый мог просмотрев мое видео для себя решить какой метод работает и какой нет здесь без всяких приукрашений да я показываю что работает что нет озонатор не работает откровенно говоря работает вот эти мешочки до которые здесь там у меня они работают этот аэратор но он должен работать как бенева караси подплыли целая стая вон кишетит ой скорпекта а а а а а а сейчас значит большие караси подойдут и будут есть они чуть попозже подходит когда малыши начинают кушать потом здоровые подходят сегодня такое длительное видео будет просто будем смотреть на рыбку как она кушает как она себя ведет сейчас уже лучше то есть вот начал сам когда кормить и начали вот подплывать не бояться уже лучше на этом я ушел опять но не а4 на них период климатизацию камнях единственное кушают они немного грязно вот думаю наверное я установлю ну будут деньги когда свободные на дно установлю 4 светильника и чтобы они со всех сторон в центр светили чтобы подсвечивалась рыбка мне кажется вообще красота будет вижу больших карасей которые под цветными сейчас ходят может большого сейчас увидим а а Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите комментарий, а я пока буду спасать корм, чтобы его не засосало сюда, в скиммер. Увидимся в новых видео, всем пока!